Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok В смысле бросать? По очереди бросать. Так, ну давай. Теперь тебя. КОНЕЦ Блюда, колбаса с кашей. А что это за каша? Это каша жесткая. Как называется каша-то? Я уже забыл. Булгур. А, булгур. Это же булгур, Гарь. А, я забыл. Папа. Такое вкусное, если бы ты попробовал, ты в омарку пал. А-а-а. Попробуем сейчас. А язык не проглочишь? Ну давай я попробую. Ну а ты что ешь, расскажи. А я ем перловку в бульоне. Папа сейчас будет есть вот это. Ал, как это называется? Шпинатный супчик. Надо сметанки еще, да? Можно. Прельс какая. Сейчас кудель будет. Молодец. Лиза, у тебя есть какая-нибудь диета? Да. Какая у тебя диета? Буряников. Хорошая. Русская такая, да? Как у нас дети правильно питаются? Вот как в книжке написано. Ну, режим точно питания нельзя наращать. Но, Лиз, не говори, режим питания. Это какое-то невоспитанное выражение. Что может быть вкуснее сардинок? Скажи. Нет, лучше сардинки. Еще и белли не принесли. Ну, это жизнь. Что это у тебя? Оливки. О, живые оливки. Сейчас. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Что вы такое приготовили? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Мы просто пробовали салат. Он вкусный и не вкусный. Понятно. Ну, вы отлично приготовили все. И спагетти, и салат. Грацио. Я, короче, я давно ем. Вот как 31 декабря вот случился праздник, и все начали есть, и я остановиться не могу. Я каждый раз подхожу к холодильнику, а там что-то вкусное. Вот. Так вкусно вот взять котлетку, берешь хлебушек вот так вот. Понимаете? На хлебушек вот так котлетку. Еще вот такую маленькую котлетку сюда. Потом какой-нибудь огурчик сверху. Огурчик сверху. Потом так вот берешь. Понимаете? Вот. И вот. Ну, соусом вкусно. Реально. Все это в 2 часа ночи. А ночью особенно вкусно. Еще раз я с тобой тебя буду пускать. А почему? Так что тот еще не готов. Мне тут подождать, да? Да. Папа, иди. Пойдем? Ну, пойдем. Как скажешь. День звезды. Задувай. Задувай. День звезды. Ура! Пап, ты ждал этого время? Какого? Когда твой день дождя не наступит. Да. Сильно? Да. Папа, у Гаррика что-то сломался телефон. Серьезно? Да. Ему надо ломать. Папочка, у меня сломался телефон. Какие наши действия? Ну, как. И у меня папа сломался телефон. В Москве у вас новенькие телефоны вам подарили. Вы забыли? Так что на день рождения у вас, когда приеду, сразу новый телефон. Милый папа, поздравляю. Желаю счастья, мира, радости желаю. Не грусти, не огорчаться, будь веселым, улыбаться. Да, доста еще пошли и всегда здоровым быть. Вот это мазки и ежи. Так. Это рыбки. Спасибо, мой любимый. Я от меня, папуля, самый лучший, поверь тебе, правду говорю. Ты для меня, как солнце теплый лучик, и я тебе свою любовь дарю. Я дочка, поздравляю с днем рождения. Желаю без болезни и долго жить. И каждую жизнь, и каждую жизнь, и каждую жизнь дрожит. Спасибо. Ой, что это такая красота? Это подушка. Я сама ее делала. Сама сделала подушку? Надеюсь, будет. Спасибо, Лизочка. Что это? Это сова. Ты будешь спать, играть и с ней любить. Спасибо, моя любимая. Сама еще все сделала. Я сама только мне ее... Как? Вот эту сову? Просто мне приложила просто ее светочек, а я туда встакала иголочку. И получилось. Вот что у меня с утра под дверью. Это Гаря поздравит, наверное, от Аллы. Папа, Лучи и Смусин, я радуюсь твоего сына. Сегодня у меня на главной гости, а теперь у меня с Денитой. Папа, вы сейчас. Папа, дорогой. Ой, спасибо тебе, Гарик. Спасибо, спасибо, дайте поцелую. Давай, куда пошел? Что может быть вкуснее сардинок? Скажи. Нет, лучше сардинки. Еще и белли не принесли. Ну, это жизнь. Лиза, у тебя есть какая-нибудь диета? Да. Какая у тебя диета? Бряников. Хорошая. Русская такая, да? Как у нас дети правильно питаются. Вот как в книжке написано. Ну, режим точно. Питание нельзя наращать. На мисс. Не говори, режим питания. Вот какое-то невоспитанное выражение. Знаменитый шоумен Максим Галкин отметил 42-летие. В день рождения рядом с именинником его семья. Алла Пугачева и двое детей. Гарри и Лиза. Юморист называет их главными сокровищами своей жизни. Как бы их ни стыдили, не поливали грязью, но Алла Пугачева и ее молодой муж Максим Галкин демонстрируют идиллию в браке. Всем врагам на зло пара счастлива и воспитывает 4-летних сына и дочку. Максиму Галкину исполняется 42 года, за которые он много чего успел. Построил успешную карьеру на телевидении и создал крепкую семью. Не секрет, что у Читы большая разница в возрасте, которую постоянно упоминают злопыхатели. Но это, по всей вероятности, вовсе не влияет на их чувства жены и мужа, который просто боготворит избранницу. Пугачева также не скрывает, что в пятом браке наконец обрела счастье. Примадонна российской эстрады не забыла публично выразить чувство супругу. Она трогательно поздравила Галкина. Большая часть подписчиков-исполнительницы присоединилась к поздравлениям и поблагодарила ее за откровенность, ведь она доказывает, что любви все возрасты покорны. Максим Галкин часто восхищается женой. На днях он показал удачный кадр. Любимая была изображена заметно посвежевшей. И доброжелатели уверены. Имел место в фотошоп, а более лояльно настроенные пользователи не считают это важным. Ну а Алла Пугачева продолжает радовать поклонников эксцентричностью и жизнелюбием. На этот раз певица выложила в своем инстаграм фотографию в легкомысленном наряде и в шортах. Продолжение следует... Продолжение следует...